Там сегодня проходят выборы в палату представителей, то есть в парламент. К этому моменту на участках проголосовали более 50% и Центральная избирательная комиссия уже признала выборы состоявшимися. Депутаты избираются на срок 4 года, выборы проходят по мажоритарной системе, то есть в парламент попадает кандидат, победивший в округе, в котором он избирался. По такой системе в России 18 сентября будет избираться половина депутатов, те, кто идут по одномандатным округам. Всего в белорусском парламенте 110 мест, кандидатов более 400-480, если быть точным. Одним из первых сегодня отдал свой голос главный избиратель Беларуси, президент Александр Лукашенко, пришел на участок со своим сыном Колей. Позже в беседе с журналистами он выразил надежду на то, что депутаты будут активны, работая как внутри страны, так и на международной арене. Под народом мы слышим, вот там президент всегда вперед, ты давай решай, как будто других нет. Вот часто так говорят. Я это услышал. Поэтому кто, как не депутат, должен подставить свое плечо, а где-то может и вперед президента забежать. При этом наблюдатели говорят о нарушениях на выборах технологии знакомые, карусели, подвоз избирателей, нарушения во время досрочного голосования. Сейчас обсудим эту систему с правозащитником Владимиром Лобковичем. Он с нами на связи по скайпу из Минска. Здравствуйте. Добрый день. Как проходит голосование? Есть ли нарушения? Ну, в первую очередь надо отметить то, что основные массив нарушений в Беларуси во время голосования происходит на этапе досрочного голосования, который у нас уже прошел. Вчера был последний день, было пять дней досрочного голосования. И фактически на многих избирательных участках выборы уже якобы, по данным окружных комиссий, состоялись. А в день выборов у нас основное нарушение мы будем уже фиксировать во время подсчета голосов. А само голосование проходит, как в Советском Союзе, весело, радостно, свинью продают на многих участках. Но я слышал то, что во время предварительного голосования проголосовало 30% населения. Так ли это? Это абсолютно так. Это беспрецедентный случай за всю историю досрочного голосования во время парламентских выборов. Но в то же время также и беспрецедентный случай по количеству завышений явки. Это значит то, что наши наблюдатели, которые наблюдали на 182 избирательных участках, насчитали намного меньше избирателей, чем те, которые были в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий. Фактически мы зафиксировали, что на 14% расхождения в явке, то есть это 14% избирателей не были на участке, но якобы проголосовали. Тем не менее, выборы уже состоялись. Об этом говорит Центр избирком. Центр избирком, да, он говорит о том, что выборы состоялись. Но в то же время, еще раз, к сожалению, надо констатировать то, что процедура досрочного голосования чередовалась беспрецедентным количеством нарушений. Это и абсолютно огромный административный ресурс, когда студентов, служащих, работников предприятий просто принуждали к участию в голосовании. Ведь у нас это как спецоперация. То есть наша избирательная комиссия абсолютно закрытая для представителей оппозиционных партий. Они такие параллельные структуры администрации власти. И их задача обеспечить явку любой ценой. Это там, где возможно это загнать людей на избирательные участки. Там, где невозможно просто виртуально создать этих избирателей. За этот счет и создается вот этот необходимый люфт, который и приведет, и будет очевиден уже во время подсчета голосов, который будет после закрытия избирательных участков, когда будут оглашены уже итоги голосования. Скажите, а какую роль в политической жизни Белоруссии вообще играют депутаты? Они весомая какая-то сила? Очень правильный вопрос. Условно говоря, много раз проводились опросы, и 98% белорусских избирателей не знают через неделю, кто у них депутат. У нас же часто сама компания абсолютно незаметна для общества, очень мало заметна. У нас часто кандидатов в депутаты депутатов избирают по фотографиям. То есть люди приходят на избирательный участок и смотрят, кто красивее, кто моложе, у кого больше доход отображен в материалах. Но их роль достаточно слабая. Условно говоря, прошлый парламент самостоятельно принял только три закона. То есть разработал и принял три закона. Все остальное это законы, которые приходят либо из администрации президента, либо из органов исполнительной власти. А могут ли эти выборы повлиять на отношения Запада и Минска? Ответить, попрошу коротко, у нас совсем мало времени. Запад очень ставил принципиальным условием, что именно он будет вырабатывать свою позицию, исходя из того, насколько эти выборы будут демократически свободны, и насколько миссия БДИПЧ-БСЕ какую даст оценку, такую политику будут выстраивать. К примеру, США... Санкции могут отменить в отношении Минска? Ну, санкции приостановлены уже в отношении Минска. Я думаю, что вопрос о санкциях, учитывая ситуацию с Украиной в отношении белорусского режима, не стоит, как бы он не провел эти выборы.